Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Уркен Медиа. В эфире программа новости. В студиях Морал Хасина. Смотрите сегодня в выпуске. Время собирать камни. Болгарскую набережную восстанавливают. Да, старую полностью разобрали. Выездная экскурсия. Болгарским студентам рассказали о городских памятниках. Метеорный поток. Когда казахстанцы смогут увидеть звездопад? Нужно находиться на совершенно неосвещенном месте. Болгарскую набережную восстанавливают. Брусчатку, которая просела после таяния снега, демонтировали в конце марта. Сейчас рабочие повторно ее укладывают. Напомним, тротуар на набережной просел после потепления и таяния снега. Глубина впадин местами достигала до 20 сантиметров. Подрядчик объяснил недочеты тем, что когда дорожки укладывали после ремонта системы канализации, земля уже промерзла. А весной почва оттаяла и просела. Плитку демонтировали, а когда земля просохла, приступили к работе. Заново застилают брусчатку три бригады специалистов. Из 6000 квадратных метров на сегодняшний день восстановили четыре. Завершить работы планируют до майских праздников. Да, старую полностью разобрали, по-новому грунт засыпали. И сейчас ее обратно на месте ставим. Уплотнительным все это. Вся брусчатка разбита на три участка. По три бригады работаем. Завтра балхажские депутаты городского маслехата встретятся с населением. Избранники народа будут отвечать на вопросы жителей по своим округам. Встреча с балхажцами состоится 18 апреля. Принимать граждан будут депутаты по 11 округам. Они проведут встречи в школах номер 1, 9, 10, 25, 4 школе, 16, 17 гимназии, 15 лицее и Балхажском гуманитарно-техническом колледже. Люди смогут задать интересующие вопросы и рассказать о проблемах. Желающих приглашают в 17.00. На этой неделе весь мир отметит Международный день памятников и исторических мест. Дату начали праздновать в 1984 году, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения культурного наследия. Какие памятники есть в Балхаше и когда они появились? Сегодня на улицах города рассказывали специалисты городского музея. Побывали на выездной экскурсии и корреспонденты Уркин-Медиа. Начали уличный ликбез с памятника народному артисту Казахской СССР Магауи Хамзину. Выдающийся дамбрист 20 века родился на берегах Балхаша. Его достижением стало исполнение на дамбре классических произведений Рахманинова и Чайковского, Агинского и Брамса. Творчество Хамзина составляет золотую коллекцию казахской музыки. В 2001 году Дворцу культуры присвоили его имя и в 2007 установили памятник. 16 декабря 2001 года в городе открыли колонну с шаныраком и ласточками «10 лет независимости Казахстана». Стелус проектировали и установили в дар городу специалисты Балхашского химико-металлургического комбината. Сначала она стояла на центральной площади Балхаша, а в 2007 году ее сменила 11-метровая конная статуя легендарного героя 19 века, борца за свободу Казахстана Агбая Кунырбаюлы. Автор памятника Жаубасар Калиев работал над его созданием около пяти лет и сделал семь вариантов. Я узнала много нового во время этой экскурсии. Оказывается, в городе много интересных исторических мест. Особенно удивило то, что вариантов памятника Агабай Батыру было семь. Это все выдающиеся люди, которые оставили большой след в истории. Мы должны знать о них и чтить их память. После студенты посетили памятник Караминдиби, который открыли к 75-летию Балхаша в 2012 году. Всего в городе насчитывается около 25 памятников. Из них четыре имеют республиканское значение. Это дом мастеров, дворец культуры, дворец строителей и здание ресторана Бакыт. Памятники республиканского значения – это красивейшие архитектурные произведения, которые находятся под охраной государства. Одни из самых первых памятников – это стелла. Здесь начинался Балхаш на въезде в город, а также буровой станок в канонарадском руднике. Самым новым считается памятник жертвам репрессии и голодомора на улице Букиханова. В Балхаше продолжается сезон субботников. Убирать улицы города и окрестности в выходные идут госслужащие, медики, преподаватели и учащиеся. Каждая организация наводит порядок на своем участке. А какие еще районы Балхаша больше всего нуждаются в генеральной уборке, по мнению балхашцев? Ответы горожан в рубрике «Глаз народа». Ждается в чистке, мне кажется, в первую очередь парки мне 30-летие не помешало бы, конечно. Набережная можно хороший субботник сделать. К примеру, вот наш дом по Валиханово дам. Там есть небольшая детская площадка, там очень грязно. Молодежи много, да, там сидят, курят, бросают все, пьют. Ну, там очень много мусора. По Лемжаново, третий дом. У нас там вообще грязь и все, что хочешь. Никакого порядка нет. Рабочий, да вообще весь город нуждается в уборке, согласитесь, у нас нету мест, где мы можем идти и не увидеть мусора, чтобы не валялось. Хотела бы, чтобы в основном детские площадки очистили, потому что там стекла, мусор. Во всем же дети играют, чтобы там было чисто самое главное. Ну, во дворах-то грязи сколько, вы посмотрите. Любой квартал зайдите вовнутрь и увидите. И мешки, и все, что хотите есть. По Молдогулу, на 17-м квартале, по микрорайону, конечно, не помешало бы. По телкам рабочим. На 21-м, где озеро, там везде мусор валяется всегда. Ну, вот я уже сказала, что парк. Всегда гуляли с удовольствием, там много мусора, и на лавочку не сядешь. Очень плохо. По улице Жильтоксан, и завод, где вот завалы, там мусора в основном. Парк городской наш. И наша центральная улица, получается, вот ДК. На больничном городке, вот где вот шестиэтажка, вот рядом, которая все, вот там вот бардак. Я думаю, надо почистить возле озера, и на 21-м, и думаю, на 17-м. Наш город не настолько грязный и неплохой, чтобы быть настолько грязным. Казахстанцы могут увидеть звездопад. Красивое природное явление будет первым этой весной и считается одним из самых зрелищных. Наблюдать его можно будет с 16 по 25 апреля. По факту, в атмосферу Земли войдет метеорный поток Лериды, одной из самых старых, который наблюдает человечество. Пик так называемого звездопада придется в ночь с 22 на 23 апреля. Наблюдать можно будет даже без специального оптического оборудования. Ожидается, что за час в ночном небе будут пролетать до 20 падающих звезд. Их скорость достигает 48 км в секунду. Само явление обычно происходит во второй половине ночи или же к утру. Чтобы его увидеть, погода должна быть безоблачной, а городское освещение отключено. Смотреть следует на северо-восточную сторону неба. Во всем северном полушарии этот метеорный поток можно наблюдать. Нужно находиться на совершенно неосвещенном месте. Потому что их яркость, ну, сравнимо с яркостью звезд, но поскольку они быстро пролетают, то глаз при ярком освещении вокруг просто может его и не заметить. Лучше в день же к полуночи, когда осознение звезды уже поднимается высоко над горизонтом. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, делитесь по указанному номеру на экране или в социальных сетях. Увидимся в следующем выпуске завтра в 20.15. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова